всем привет дамы и господа у нас тут к . мировой рекорд доты мировой рекорд доты по ммр у среднему матче это у нас котелочка где играют парни максимально хай ранговые и сейчас мы с вами после этих небольших встреч ознакомься кто же на ком играет тоже где у нас вообще здесь есть кто кто на ком кто на чем какие птс какие в мэр чеки но опять у нас в этом матче есть топ-1 даже даже топ-1 есть в текущий момент по региону европы и персблат уже оформляет дукалис и так давайте поставим камеру краски полную для того чтобы мы видели всю картину игры потому что этот матч у нас будет смотреться не от лица одного игрока а от лица в целом как бы всех так ну как матч стандартный но вот такой прям хай 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 ммр как вы видели по названию ролика у нас в этом матче средний мр двенадцать тысяч триста сорок на текущий момент это рекорд по ммр у это самый большой показатель на двадцатом четвертое февраля и так кто таком играет кто еще нас в этом матче есть нас автоматча есть ватсон ватсон когда-то сна темп ларки у него 4 рак нынче по европе некий помойка 199 ноуан у нас на queen of pain 26 дукалис на энчантрас 14 ранг и мира куль играет у нас на варке 18 ранга так нас в этом матче есть butterfly он же satanic топ-1 еще занимает по европе пока что самый мощный самый сильный и он прям молодой ему 16 лет если не ошибаюсь так секундочку что агрессия накиду сеточку пробивают там те временем с точкова с точков чутка подогревает это фраг и еще один себе забирают дукалис и компания так дальше ру и у нас это матче есть 79 ранкун катает на бед райдере эту каточку потом с точков у нас только что помер у него ранг 25 чокнутый бизнесмен это ведь он если что у него ранг 24 он играет на реки мару и пакчамский это у нас вроде бы если не ошибаюсь это ларинов катает на на баке в этом матче вот такие вот на жесткие жесткие показатели птс а по поводу пенов пенки но это у нас нова если что про это уже говорил но пожалуй напомнить один раз так вот папа чё и башь мысли а папа нас максимально хай-хай левельный это был еще матч на старом патче вот там который выходил с буквенный сишный но типа метод это пятки прям очень как-то сильно не менялась как должно быть при максимально интересно дать по краске разбираться позициям сверху нас позиция это будет на пару с бед райдером против линии миракла на варке единика мир класс будет в этом матче как как троечка это понятно по поводу войда ватафля и будет покупать себе на война такого весьма стандартного момчик молнии сдается мне будет у него сборка в целом это будет смотреться очень даже не ну неплохо весь мать если линия снизу у команды дайр тут у нас есть реки мару на пару с леоном против линии темп ларки получается энчантры снова реки мару тройка это нестандартно ведь он решил на нем поиграть посмотрим насколько будет хороший бизнес чокнутый есть все-таки подозрение что ты прям не самый лучший выбор в центре разбитого между паком и queen of pain ну в целом такая стандартная линия бы сказал потому что так часто играли всегда макс на кому будет несложно пожалуйста не забывайте на канал подписываться потому что подписка крайне важно нужно добить канале ответ к 100 тысяч подписчиков но пока нам нужно достичь отметки в 90 тысяч подписчиков там буквально 100 там где человек нужно может быть даже добьем уже в марте отметку в 90 тысяч а потом флобыть уже будет сотня и также если вам будет несложно напишите комментарий из 7 слов для продвижения видео напишите как вам матч каком катка какой формат видос вам интересен и кто ждет просмотр дремлиги кстати из новостей завтра 25 числа в воскресенье стартует двухнедельный турнир у нас каждый день будет dota dota будет прям овер до хера стартует дремлига сезон 22 но там пятки есть нюанс нюанс в плане задержек там правила новые выкатили организаторы новые правила выкатили и с или там задержки должны быть прям огромные вну в плане вот просмотр матч до тв но такие отправилась получились на данный в нам придется придется их соблюдать потому что вновь случае будет банк но это уже я завтра на стриме расскажу завтра будет стрим а что если вдруг вы ждете стрим то как бы готовьтесь завтра ориентируйтесь на просмотр матчей мы завтра смотрим за матчами команды бэдбум спирит в адвин будет команда катать от команда клим санычей потом еще катает вирту спрот прошли на дремлигу данность не ошибаюсь ликвида и пятки там гладиатор так далее накрывается время нас парнишу снизу кстати очень неприятно тамбарк тамбарка у нас бы канула кстати подком сейчас по двум героям запуска будет сачкова . уже ждет ожидая момента и это подкоп и это подкопченко в таверну улетает ваться но наверх или не падает сайте батафлей и временем и вот он тоже смогли поломать в этом тоже смогли закромсать его такой-то у нас размер происходит на экране но бакери у нас пятого отправиться верно так буду сборок я начал рассказывать провода мы сказали по поводу керри вот теплорки это тоже будет все весьма стандартно скорее всего это будет теплорка через покупку такой шмотки как драгон лэнс также ну дизолятор базовый стандартный опа минус руете временем настреливает миракуль и выбивает руи в таверну так вот сборка будет стандартная драгон лэнс пт-шка дизолятор бкб-шка блиндагер тоже для мобильности был бы неплох на тэп ларки в этом матче хотя пятки если брать керри героя то мне кажется что ну как лэй потенциал как керри герой лучше все-таки войд будет в этом отстрелиться но хроносфера опять-таки есть чем сбить рефракшен тэп ларки тэп ларка как керри норм но все-таки менее надежно чем тот же войд плюс под вой да тут есть неплохой дэмэдж в хроносферу там и подкопы лиона по запускать пальчики в мальчика по засовывать бэтрайдер будет нажигать на стоп ларки сжигать и рефракшен реки мару странно но окей допустим зато . будет в принципе и из-за того что будет . реки мар в этом матче нужно будет парнем из команды радиан думать на тем чтобы покупать себе форстафы или там юла ну ну как бы и юлай простофы потому что без этого будет прям тяжело справляться дальше давайте обсудим мидера по поводу мидера пакчамский нас в этом матче пока покупается пт-шку вич блэйд скорее всего но если опа накрывать вторую нас дука леса удалось проблема пока ценой своей но своих кп-шек сносит вард но решили тут его не убивать потому что убить его тяжеловато получается он слишком плотный там еще и шишка душит пробивает лиона у лиона небольшие проблемы есть подкоп есть удар еще и плевок запускает пакчамский дальше на очень долго убивая тут конечно и чу это ничо и так мажором там сообщает у нас парниша на витюне каким мажором он про что с кем общается вообще так вот по поводу этого по поводу пока возможно он будет вынужден покупать в этом матче и ула почему потому что возможно кинув пейн возьмет себя арчит но пока папа себе ставит в мистер сборочку решил что такой айтем все стоит покупать вообще вы старались это весьма популярная шмотка то актом тесенковать вайда у вайда проблемы ботовля минус и кюнинг спрей происходит на экране вот так вот самый забавный тут конечно никнейм это помойка то есть вот еще там ну там про игроки там катают и такой ну помойка некая помойка 1900 и 1000 смысле а 199 ранга на картинке ранции другой потому что когда матч записывался ммр они не соответственно когда я матч нашел ммр быть и другие это матч поэтому как бы не обращайте внимание такое но такое бывает немножко меняются возможно будет небольшой несоответствие с картинкой хотя я если не забуду то я подредактирую вот под текущий параметр пробивает руирует а больно руя неприятно его там неплохо под наваливают он прижимает фэрик свой и по итогу помирает как мы видим смогли этого у хандоха снизу там пока демонтирует вышку кстати вышку как мне кажется зря такая рано ломают парни из команды рейдин да потому что сейчас это даст больше пространства для кимару ну как бы да это какие-то топ деньги но опять-таки реки марку стать более безопас позиции будет стать уже где-то вот здесь у него появится инвиз и как по мне не стоит сейчас запушивать линию потому что лучше бы парня из команды краски рейдин там сейчас просто бы пулу поделали и пофармили бы где-то вот здесь и при этом попытались бы больше позонить реки мару ну посмотрим к чему это выльется как это будет дальше отыгрываться обыгрывается и так далее так у нас прошла пропинговка на стороне линии там смещается у нас бакчамский в центр на линии накрывает бедную queen of pain по по минусу подвязывает мир по прострел но не сам удачный ручей ботл парни подабуживают смещается ли он открывает мир окном мир окна там ну проблем целом то нет номерку не может разменяться к сожалению никого тут не убьет есть от него еще не поврошет но он тут никого не убивают кстати в плане сборки мир окна решил купить себе быстрые молнии это будет быть не скорее всего на мир окна в эту катулю залетать в целом почему бы нет пускай будет такси насыпается его ланж тем временем смещается чёрный бизнесмен и кстати реки мару отличный герой чтобы по вырезать курьеров именно этим он промышляет хотя есть вообще чем его парить он стать центре под себя опять играли кимару ну неплохо по центре и самому же себе потому что во первых ну он тут стоит линию против там парке и можно ташки трэпа поломать это раз во вторых как бы если будут сломаны центре то это ваша выживаемость поэтому как бы даже если в корр позиция ну не стесняйтесь купить центре как бы не обанкротитесь зато не будете умирать как так вот по поводу дальше героев что мы по поводу мидер мы сказали вот эти может быть будет арчи до queen of pain по этому папу возможно нужно будет покупать себе юлан если нету тогда будет более стандартная сборка это вич blade блин дагер может какая-то сын шка я что в этом роде далее у нас кто там ну тут по поводу бирком сказали это будет у нас молния глэпнер скорее всего а тут тройка реки мару а хер его знает ну наверное будет реки мару все вот у нас тоже пишет такое сообщение какое я говорил ранее что зря башку сломали потому что дали им дали больше пространства реки мару и он как бы получает более спокойно линию вообще ведь он как-то себя прям вызывающе ведет в этом матче решила переписываться почему-то со своим противником ну пускай так вот по поводу реки мару на реки мару ну может быть будет стандартная сборка это диффуза ну это прямо скоб на реки мару а также можно купить себе что он поставил почему он точно расскажу почему он там будет хороша в этом матче средства открывает там пока что помойку помойки небольшие проблемы пытается он жить выживать на его поломали его уничтожают есть кирпич на экране с рассказом скрика в кинофейн и настроить тем временем также на экране доминейтинг уже готов и того у нас 7 4 на табло вот такой у нас жесткий замес глинамец происходит здесь прямо сейчас выпрыгивает ввод в доиск разверну пока он ее не ставит так вот почему манта ставил хороший а это в на реки мару то все очень просто потому что ты вообще он ты можно будет себе создавать иллюзии вот как неожиданно а иллюзиями можно будет по карте раз к разводить и проводите люди по карте и на иллюзии разводить противника на какие-то средства обнаружения на за центре на на даст и потому что как бы понять что это смещается иллюзия реки мару ты сразу не поймешь надо будет проверять и можно вот таким образом экономику спортов выбивать скажем так и мощь такого вот такого байта на что посмотрим будет ли парни вики макаром далее себе игру промышлять или не будут пока что пока у нас все очень классно складывается парней из команды регент планина творца но дота читаю что драт все-таки был прикольней у команды дайра поэтому даже сейчас когда вот казалось бы там топ-3 над ворс за радиантами дота говорит им о том что шансы 50 на 50 по поводу суппортов ночь и непонятно это нужен blink возьмете файзы и блин дагер хотя возможно стоило купить себе арканы чтобы по мане не было проблем ни у него ни у его команды ну да ладно и чант раз купился по вайс по вайс у нас кстати такая позабытая шмотка редко я вижу и про сцене но вот тут купил давайте к себе ночи драголэнс по вайс форстаф и так далее и пока игра даже без ботинка хотя не чанус герой герой который обладает хорошему спидом врожденным аж 320 поэтому даже без ботинка неплохо скачет у нас по лесам дукалис бэтрайдер ну тут можно купить арканы барабаны хотя когда попад барабаны обычно берут себе танквилы а тут арканы поэтому ну как бы нет наверное потому что если были бы если была бы идея выйти в барабаны то тогда был бы было транквилла барабаны чтобы выйти бюрин бут но тогда это будет арканы плюс блин дагер плюс форстаф скорее всего ну или он ну ли он у шарт очень важен шарт очень сильного лиона да конечно хотелось бы выбить его на халяву с турментора но можно и за свои бабку купить также ли он у нужно бы еще купить себе блин дагер ну а там уже по ситуации там уже как пойдет ну и в принципе пока вот так вот смотрим дальше парка у нас кстати уже фармить себе дизоль поэтому как только у спута парке появится дизолятор ты парка может подумать на тем чтобы пойти убить рошана это было бы тоже очень даже неплохо сделать потому что это егис как бы то ресурсы и есть такой краски потенциал парней плюс мне кажется парням из команды слева нужно заканчивать максимально быстро данную катку потому что если будет карта затянута в лету тогда вот эти будут проблемы потому что есть вероятность что не получится расформить себе все необходимые шмотки дать кому будет желание канал поддержать финансово потому что сейчас надо очень мало монетизации просмотры упали но если хотите чтобы было больше контента на канале то тогда вы можете что сделать вы можете донат по закинуть на канал вот есть qr-коды у нас снизу слева монобанк справа донейшин сканируете и дадим на лотик я потом на стриме вас от благодарю лично лично каждого от благодарю и и виртуально поцелую в губы по-мужски накрывать и он ли он пока здесь оппонента запускает дэмэджа пробивают и ничего можно спускать пальчик чтобы мальчик был в таверне чтобы пальчик был у нас плюс 40 дэмэджа и так оно и происходит пальчик заряжен пальчик разряжен и данный герой был благополучно уничтожен прямо сейчас вот таки и прикол дсм 75 на табло но все временем 3к перри фарма за команда и масков мэтт нас покупает специфику этого до начала такое сложноватое получается не 021 как видим старт отец вы конечно сильного лучше себе игру за иметь на старте этого матча но к сожалению моим уши моим а сначала конечно такое с напрягом до него получается ну ладно бывает такое данный парененка пока молот молот разыгрывается тренируется думаю что вы чаще будет видеть его и кита матчах ммрных но кто знает возможно какой-то команды на бьет нормальную спайта пока ланджо нас помойка пытает натирую вруи там еще и наорали руи очень долго мансит очень много живет но у него заканчивается скоро полет он пытается кто-то уйти максимально глубоко в лес и убить и не смогли квапа уже готова была отпрыгивать но не отпрыгивает срабатывает краски там бульбашка у этого пассивная бульбашка срабатывает у бедрайдера по подумала что уже криком бьет меня не добила кстати пошел файл пиво ты можешь управлять мир около мира кули проблем мерку терять стреки 4 фрага досадно там еще и падают дукалицы доме наики он происходит на экране два фрага зарабатывать я пакчамске кстати в этом матче пак так-то хорош мы про него как-то вообще не поговорили он прям норма скатает и там уже 4037 все вы счастье из 7 фрагов ну батаричком батаричком скажем честно получается довольно-таки не дурно получается прям прикольно здесь катку разыграть как мы видим и пларка уже зизоля было бы неплохо это дизоль для реализовать в рошана в ближайшие там пять минут плюс-минус ну и конечно всегда приятно когда это пларки дизоль заряжая заряжается доп урона для того чтобы дизолятор заряжался доп урона эта пларка должна работать либо оси слива фраг когда противник будет под дебапом дизолятора то бишь под минус армора так что у нас еще интереснее козыть посмотрим на общую картину данного матча в принципе из того что мы с вами обсудили это и происходит плюс-минус у нас реки мару фармите монта style как мы с вами говорили вот помните молнии это тоже понятно это же мантусе поставил у нас по итогу войд так виновкой нарчит будет дарчик будет виновкой поэтому но ты монтана войне будет классно смотреться и наверное папу все-таки нужно будет брать себе юла потому что и ну тяжело против поиграть с арчи там есть у тебя нет и улов на паке потому что надо как-то снимать себя сайланс ну покупать бкб пока еще рановато ему плюс дороговато лотус пак не покупает и тут герой под лотуса как бы и нет ну как бы можно там на код об этики в лотус на фармит это суппорт этик поэтому долго будет реки марусе лотус не будут покупать скорее всего нахер ему надо поэтому надо что-то думать будет уже отправляется оформить максимально глубоко под свою базу потому что напрягаю потому что там его душат они его бьют и не выдусь от накидывай дэмэджа поджигают лососирует убивать помойку помойка сгорает вот такая подгоревшая помойка у нас получается в конце концов или в конце конца вот такой вот себе минусы работали молодые люди кстати напишите комментарии как вам ролики такого формата когда мы смотрим сразу мачка бы от лица всех они от лица только одного игрока потому что в принципе можно как бы иногда чередовать контент можно по разному выпускать ролики он ведь приматаем можно как сидят ролики когда идет игра от одного игрока и это как бы такой больше гайд по герою или когда вот такая вот игра когда у нас какие-то ставятся мировые рекорды или там возможно какая-то контент типа ля происходит а матч в пабе я тор играет там против своих троих тиммейтов там если есть такой по будет на один где-то то такой матч запустим короче пишите комментарии вам ролики интересны вот ради чего вы готовы были бы посмотреть контент на канале возможно возможно со временем данная рубрика пересет в то что будет для вас как сказка на ночь может быть будет такая база аудиторика ты бы посмотреть данные ролики и писать комментарии что вот спасибо как бы засыпаю по твои ролики выпуская каждый день было бы классно если мы к этому пришли потому что канал как бы канал девушка упал в помойку но очень хотелось бы в арест и все-таки я так на лаврил 7 лет жизни плюс минус и не хотелось бы чтобы он просто помер вот так вот досадно очень хотелось бы чтобы он вот чутка под воскресла запускает демашь пару и руль там пока пытается на калаш макет нажигает его там фокус файр зафокусили пробили уничтожили это будет минус и вот такой кайфовый враг себе зарабатывает парни прямо сейчас пор став себе тем временем приобретает виндж рейнджер как мы видим вот такой кайфовый айткин решил себе тут прикупить запускает подкова спускает удар накидывает дамажа пробивает пальчиком ватсона ватсон падает 20 минус это таверна накидывает там еще дпс проиграть леоныча леоныч тоже падает это тоже минус и у нас еще парочка фрагов отлетают в таверну 10 9 на экране там кстати смещаются еще и под чокнутого бизнесмена и бизнесмен переклейки вай противника и отбирается беру на инвиза двойной инвиз двойной ниндзя у нас поэтому здесь на реке марыча смещается с линии очень классно играет пак уже себе пак оформляет топ-1 подать форсу но пока же заметил что мессер щита поэтому пока уже такое а понял понял принял принял покупаю юла главное до покупки и ловни на фидить в этом матче и всего травмы о по даринку услышу там вас пока мир к поймали мир ку рвет пока уздечку эту пытается уйти ой как вяжет мира куль прыгает в огоне чок это бизнесмен кстати алла сосирование есть алла сосирование есть но об этих не долетает до своей цели по итогу нас мирокуль покидает данный файты нет позволяет себя лососнуть не позволяет себе сбить телепортацию ну что 10 9 очень близкая котула опа там накрылить булатер пляю под открытку на фэнта будет минус еще это смерть на кель героя команды дайеров это очень достанно выгружаться ревенована ну он почти умер но почти не считается в это время запускают еще дополнительные плюханцы по противнику пытается снова дема же подраздать пытается снова дема же выдать но тут уже фраги не зарабатывают но что попал на все еще с аегисом поэтому ей целом как бы выбирать можно потому что ее смерть будет ну просто потеряется да и все абсолютно абсолютно ничего страшного кстати что папа минус руя ну чутка под видео что страшного мир к тому поймал накинул чутка тпс к в него так вот что у нас по артефактам дать посмотрим что у нас по лесным артефактами посмотрим точнее нас тут упало два набора специалиста для нована и ду калисах всегда ду кальциям кайфовая там когда вылетают от очки под импетусом есть колечки у нас на ману получается как бы дома на будет меньше зато будет больше как бы регенерации маны плюс дальность растет неплохо а для бэтика ну это увлечение лосо это прикольно это важно потому что него со прям ну спорту нажимается алиону как бы тоже там пальчик удлинить хексу для них подкопа для не тоже будут будет весьма кайфово так у нас так эти планируется смог атакам от парней из команды radiant они пошли кого-то искать у них там все еще есть аегис аегис будет работать и полторы минуты поэтому было бы неплохо реализовать свою эгиду бессмертия подплазает в тарифе у нас здесь парни же на верке нашего демона с мира кульвера кули вырубается противника ким из приготовленной экране вот такой кайфово фраг происходит просто сейчас вот так вот у вас могли тут бы ренька у шатунька как мы видим 29 3к 3 фарба там с этим например набрасываются парни и так понимаю или нет пока это морды расставляют ломают вышку но было бы прикольно если вы сейчас не смогли себе еще убить турментора потому что как бы халявно гадим шарт он не помешает кстати у нас ты пларка за 20 минут так и не смогла себе ни разу оформить заряд меркуль хорош что парус помойка убивает вермиллиона так вот ты пларка не смогла за это время за вот там пять минут который был не к егис и он чуть сверху еще за 5-6 минут ты пларка не заработала себе дэма же на дизолятор что досадно потому что хотелось бы кого-то убивать так кстати в это время у нас реки мар отжимается руна мудрости забирайте турментора парни дукали себе обзаводится аганим шардом это у него будет получиться спойник спойнк это весьма кайфово это можно будет краски перепрыгивать через какие-то возвышенности и выживать реки воручу очень больно его засыпают гречкой и помойка забирает себе данный фраг на пойдет 15 9 на экране так вот надо дизоль заряжать а то как-то не прикольно получается очень очень бодрый пак ну и пока у нас уже с юлами а дальше ты ставишь что-то иное в сборочку а что это будет не дальше это будет паразмой так понимаю правильно пускай сюда есть и будет себе поставить в лейд улучшать в дальнейшую в дальнейшую шмотку и берет себе краски паразму верно вообще по разу классно этого до 40 интеллекта то бишь 40 дима же скорость скорости атаки 8 брони регенерация маны и скорость про засоряда плюс еще эффект вич блэйда тут еще снижение сопротивления жертвы на 2 процентов вот такие кайфовые бонусы miracle опять убирает опять теряет стрик из четырех фрагов уже все два раза miracle это матч умирать когда он не был стрик из четырех фрагов достаточно получается что именно вот такой момент когда у него именно 4 зарабатывается он дохнет но не прикольно но зато в принципе такая весьма эффективный варка 823 награет армисты кстати варка тоже манта стайл как у нас в этом матче прям до хера мант покупают чисто любители мант опа продавать бэти к бэти помнят мнения тут без вариантов это он никак не на кастует 5000 уже кстати перри фарма за команды рэдин долго считаю что шанс у них кстати в меньше то есть вроде бы парни ведут а кто-то рисует нам 52 процента на победу команды дайвер дота что-то знает то пока будет себя еще не реализовал пока еще не было каких-то классных ариносфер у него 132 такое себе скоро будет панта ну а дальше мельнир себе он решил поставить сборочку опа чокнута бизнес сквен его нашли поваля реки врача реки маркин выгребает реки маркин падает мега убийство зарабатывает нунчик 613 но потеют эти парни факта куда уташки так себе конечно но и 24 но у лучка 613 умер около 823 он и он и его тиммейт прям сачу хоть пока неплохо в этой катке получается довольно таки неплохо скажем честно у нас пока все это матче отыграть отыграть показать ну прикол дес ну чё армию дальше армием зарабатываем бабки помойка дальше себе бред просто сборочку пятки простофы максимально важны потому что играть они против реки мару а . это очень напряжный спл прям максимально прежде спл так еще и скоро . будет появляться усиление когда нельзя будет нажимать в цель нельзя будет выбрать другим врагам цель нельзя будет команде radiant нажать в героев по . реки мару какую-то способность для подсейва то есть нужно самому себе покупать под сейв нужно самому себе покупать просто файд кажется не очень прикольно но хочу поделаешь ездили кофе временем пойма ой порвали тут 2 уздечки накрывает помойку помойки проблемы а помойка в таверну или помойка помойку получается нуташка не нравится пойдет миракуль фармит миракуль зарабатывает бабки манта готова у нас в этом матче как-то и манта стайлов должно быть много по идее по итогу две пики уже есть прикиньте тут еще 3 пика будет у нас у темпл арки то есть прям такая пикательная дота будет у нас пика может быть еще и дукальца кстати потому что для ничьи пик это норм айтем когда очень много мы члера себе ставят один уже есть мышц леер вот еще один поставили мышц леер куда так много зачем он так много мышц лееров а вот у команды как раз таки дайров кстати нет мышц лееров они себе такое там не покупали пока что никто на всего ты счета пика чисто пикатим пика 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 и кипики и биджи бича бадаба руби дуби дабы 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 так про стрелочный поваршот и вот это поймал себе между дыры в башке немножко про втыкал данный прострел упа нова кстати очень борзо играет ну чеку ну чека там сейчас не таеги за поэтому может быть поосторожней подкопа дубером и хроносфера пошла подкакивает баттерпляй напилить дабы джапах отлично бьет у твои твои это уничтожает на ванах выскакивает нича бой прыгает на лоу кп пытается бежать из файта но спадком снова тлеона как же он копает лососо полетела дремкойл тоже неплохой подгорает сгорает в этом пойти еще и ватсон ошиб очка и ушиб очка для команды рейдинтов они очень сильно видят и третий гор герой походу тоже минус это будет минус по мираклу миракуль куда же ты полез куда же ты подполз зачем ты подошел и это еще одна фитфайс комбинация и все в размен лишь на одного героя только ли он умирает в этом файте но мы просто лучше сообщать видео но ведь он сегодня какой-то прям общительный как мы видим это матче он прям вот хочет попереписываться там хочется пообщаться о по и реке морода по там еще и помойку помойки тоже проблема помыка тот тоже выгребает кстати на минус 5 это полное вытирание команды из пяти мужчин происходят на экране и это там 5000 голды по экономике для разворота для команды получается дайров это полный камбэк мы видим дота у нас не зря писала что хоть и перри фарм был у героев команды света но света чё-то сегодня плашала света алло света чё с лицом цвете дали по лицу мили на лицо но тут короче не получилось у них все все реализовать и парни просто под сливаю данную катку вот так вот вот так вот вот ему вводит одна ошибка ты ошибся кстати войти далее выбирает таскаде в сборочку решил что соскали было бы неплохо дальше поиграть и не себе покупает форстаф для до пациента по скажем честно парни далеко баканурия копа у нас без арикиса полезла далеко на территории противника запрыгнула сюда пришлось ее спасать при этом потом была сверх поставленных односфера потом героем к копа охрана вообще не пережила умерла прям там без вайбэка подцепили там у нас еще немного инчу при этом еще пошли парни давидаш когда уже клопа упала и это тоже было лишнее лишнее телодвижение парня на виду не пили прям знатно ватсон две смерти подряд буквально за пару минут это прям максимальный тильтостан такой же тильтостан наступает и для мира клаверка тоже умирает и это unbelievable на экране там пока провожают в леса дукалисов дукалис пытается мансить но пальчиком прощупывает этого мальчика и мальчик под названием дукалис отправляется в таверну один так готов . подвинул кошка просто берет такая и ложится мебель на мышку огромный суд мир со большой стол большой счетов увидел на камере меня узнает о чем речь и просто кошка к тихо не нихуя подобного как бы я пожалуй тут полежу вот эти даже покажу вам о чем идет речь посмотрите и сижу такой здесь я у поместа вальчик аксори ладно передам приватать на требатать на что было отдела вообще но он состав текал стоял втыкал на ван сайтах она сфера открывается демо ширину салон досадную получается весьма досадно и на рашанах находят парни из команды дар получает так вот эти вещи огромный стол да вот такая кошка вот вот тут ложится прямо тут тут нельзя вот тут надо если у вас есть коты как вообще комментарии вас так скажу также как и все ведут чисто говорит ты это ты у меня живешь это не я у тебя живу это ты у меня живешь решает код такой просто уваливается так музыка алё алё не работай пожалуйста музыка ты нам не нужна такой вот это египсом там еще и сыр посыпается для парней как мы видим еще такой у нас кайфовый айтон до них подкатывает дополнительно в копилочку опасно этим тоже можно будет неплохо даже поиграться ищут меня сейчас аварийка уберу все а и умирать леончик к сожалению могли этого парня прибить по итогам и парка кстати вы сорвали это парке когда еще убивали прошлого рошана утоп ларки тогда уже был дизоль тогда вот в парке было 0 демаж на дизоляторе тут как бы прошло время прошло минут десять наверно эти не больше и что у нас поменялось а ничего не поменялось дизоль так у нас остается разряженным у этого парня что весьма весьма досадненько что дизолятор не заряжается так там кстати пошла агрессия подвязывать либо деманже пробивает война у меня возникают большие трудности с выживаемостью на сливает аегис это очень глупая с глупо и сливание самщик падает трейдер и вот там заканула на ван манта прыжок пытается уйти нас баттерфля из файта чокнутый бизнесмен находится рядышком запрыгивает правят оппонента есть крик вновь пэн пытается прозонить данный файт есть подвязка проявляет войда войт 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 прыжок прыжок не сделан он на фитунькал и это заливная комбинация от парней командара нужно парку хотя бы как-то компенсировать fight и miracle чудом выживает улетает из файта есть юла по ноуану о есть юла у нас смерть по ноуану есть и According пока пока живет и пак все еще наваливает сражается ватсону ватсону а там есть демор шоу набивает бизнесмена пробивает ватарин пальчиком ватсона ватсон ли он хорош как же стараются как же пыхтят немолодые люди как же лупит пакчамский 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 убить нужно помойку 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 убить помойка минус монстр килл дабл-килл дукалис остается в В битве против пака. Пак у нас с юлами юла. Сбивают. Сбивают эту кнопку. Не бей, иначе комп вырублю. Они что, находятся на одном буткемпе? Дукали славя... Кстати, может быть. Может быть, дукали славянов играют на буткемпе на одном. Поэтому они там друг с другом общаются. Такой жесткий махач. И по итогу у нас получается паритет по фрагам. 23-23. График падает почти в ноль. Ну, неплохо. Но какой же мощный пак. Очень классно играет Пакчамски. Вот он точно заслуживает вашего лайка. Поэтому, если вы еще лайк не поставили, то поставьте свой лайк прямо сейчас. Хух. Жестко. Жестко. Кайфовая катка. Опять напоминаю, что это на текущий момент самый высокорейтинговый паб в истории доты. Средний ММР этого матча 12340 ММРа. Это ни хера себе много ММРчика. Вы, походу, сейчас вдохновитесь. Типа, сейчас выиграем. Но это все ложь. Рикемару. Сегодня они прям это активно. Активно общаются. Интересно, они во время матча тоже там общались в голосовом чате или просто переписывались в этой катке. Хе-хе-хе. Вот такая вот у нас происходит битва. Весьма-весьма сумбурная. Мы видим. Ну, а чего нет? Что и будет? Так, Октарин. Октарин готов для пака. Тем временем уменьшайся кулдауны. Весьма кайфовая шмотка. Кстати, еще есть очень, опа, лассосирование по помойке. Мамака-минус, гадлайк зарабатывается для пака. Так вот, очень кайфовая шмотка не месяц с Кюрс. Это шмотка, которая позволяет еще и повысить дэмэдж в одну цель. То есть, типа, клинок вонзить ему и фокусировать его этим предметом. Этим проклятием. Очень кайфовый, на самом деле, бонус должен быть. Ну, точнее, не должен быть, а уже есть для них. Кстати, пока у нас Тинни в таверне. Вот решил, как бы, пойти и попушить. Подпушить решил он тавер в центре, ломает эту вышку. И, кстати, это у нас первая эта вышка, которая падает у команды реддитов, что запускает... Перезапускает пулдаун на глиф, но теперь, как бы, другие вышки-то два линия уже глиф не возобновят. Кстати, очень борт играет. Батерфляй прыгает. Кто-то далеко, кто-то глубоко. Там в это время Миркл ловит Рикимару. Рикимару проблемы, прыгает дальше, вот, и пытается поймать Миркл. Пока у нас убегает Миракуль. Миракуль, а тут траблы. Рано сфера у него не жмется. Вот, прыгает дальше. Прыгает 2-1, Миркл, Миркл минус. Хорошо. Пойдет, 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 пойдет. Кстати, у Вайдов все еще нет огнем шарда. Было бы не только шар, капитная, она... Во идее, чтобы у нее появился реверс таймок. Но пока такое шмотка себе не покупает. Попрыгивает тут Дукаль, С Дукальс очень борзо играет. Парни у нас без Миркл, но решили побаковать. Потому что два героя упали у команды Дайеров. Прыгает помойка очень далеко, очень глубоко. Помойку бьют, помойку лупят. Насыпает Эвеланджа, хорошего, здесь помойка. И хроносфер очка. Падаем героем. Финградес прощупывает пальчиком мальчика на Ватсоне. Падает Ватсон. Элементарно убивает его парня из команды Дайер. И минус Дукальс. Даблупили Вайда. Ну, идея загонять Вайда. Когда у Вайда была хроносфера, была не самая лучшая, скажем честно. Вот себе и по ебалу получили парня из команды слева. Ну, по ебалу. В смысле, не лицу, а в смысле электронному баллу. Если что, как бы не мат. Не мат, ютуб, не бань. 25-28. По итогу, 3 кглдысы зарабатывают парня из команды справа. За данную битву. Вот так вот. Вот так вот, ёпта. Вот так вот. Можно эту катку раздавать. Но такого Вайда уже тяжело догонять. Вайда уже 23 тысячи на творца. А темпларка у нас пока вот такая слабенькая 16500. Потому что темпларка все-таки немножко заслуживает аплодисментов. Аплодисменты, потому что наконец-то он себе зарабатывает урон на дезолятор. И на том спасибо. Так, вводу шмоток лесных. Что очень интересно есть. Кстати, очень классная шмотка Огарсил. Тотемчик для бетика. Потому что это, как бы, по сути, еще один момент перемещения. Чтобы там под лососирование запрыгнуть. А так больше ничего прикольного нет. Кстати, там снова начинается fight. Начинается махач. Махач, жахач. Зажахали там пока у нас нована и бизнесмена. Минус витюн, минус нован. Выпрыгивает пак. Пока не пробили, пока не убили. Но главное, чтобы пак не умирал. Потому что пак не умирал. Потому что пак не умирал. Во-первых, а вторых стрик огромный. Поэтому, ну, смерть рекимара, ну и хрен с ним. Вообще, как говорится, по хую плюс поебать. Об этих засаде пока он собитает. Кстати, об этих себе планируют дальше купить Аганим. Аганим это что? Аганим это дебет райдер. Такой момент усиления, что он может лососировать сразу в две цели. И лососирование происходит в радиусе 650. Это очень кафе в бонус. Потому что это еще можно использовать для того, чтобы подконтрить там какие-то условные... Ой, кстати, палец сыруя. Палец, 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 палец. Аганим на него срабатывает. И нужно, как бы, парням осознать, что где-то здесь мышь летает. Но мышь не нашли. Так вот. Аганим на бет райдер. Это очень классный вариант ловить героя, который катал церинку. Чтобы ловить через кого-то. Вот такая вот опция есть у парней, которую можно будет для себя реализовать по желанию. И вот приколы. Так что посмотрим, чего там будет дальше посадить. Там пока у нас планируется небольшая смок-атака. Куда-то парни выползают на охоту. Мы видим. Пошли кого-то там поискать. Посмотрим, во сколько удачные будут поиски у нас по итогу. Уничают все эти поиски каким-то успехом. Или все-таки это будет какая-то безидейная атака. Безидейный вылазка, где никого не найдут. Такое может быть. В общем, смотрим, наблюдаем. Вообще, было бы неплохо дождаться Рошана. По-хорошему, потому что с Айгисом будет все в разы с Ивовей играться. Кстати, у Вайда там очень интересная шмотка лесная. Это броня плюс сопротивление магии. Там все опять падает мойка. Так вот, броня и сопротивление магии. И горелка еще. Нечасто эту шмотку вижу на про сцене. Кстати, там только что, я видел, сборку был Аганим. Был Аганим Шард. Потом спасла Сатаник. И потом опять передумал. Я опять ставил Аганим. Конечно, Аганим кайфовая шмотка. Аганим дает увеличение темлока. Ну, точнее, усиление темлока. И когда на темлоке прыгает Войт, у него срабатывает... Ой, когда на темлоке прыгает Войт, у него срабатывает темлок. И пробашивается цель. Поэтому Вайда еще и вкачает талант на 30 демажа темлока. И у него 55 урона с темлока. То есть ты прыгаешь и в толпу просто запускаешь 55 демажа магического. Плюс еще на каждого баш на 0,5 секунды. Очень классно, очень круто, очень мощно. Поэтому Масхев. Ну и Шарт. Шарт тоже нужен в Войду, потому что Шарт это выживаемая. Шарт это мобильность. Но пока ему в падду покупает Шарт за свои бабки, он, видимо, все еще надеется выбить его на халяву. Хотя на халяву хотелось бы ему выбить еще Аганим себе, потому что как бы покупать тоже не хотелось бы. Аганим на халявку было бы прикольно. Хотя Аганим так-то был бы хорош еще и Паку. У Пака максимально мощный Аганим. Наверное, даже лучше, чем Войда. Да не, наверное, точно лучше, потому что Аганим Паку позволяет атаковать все цели под действием Дрим Койла. При том, что когда враг рвет спираль, то до окончания оглушения все равно будут работать атаки. Атаки только после окончания оглушения будут прекращены. Поэтому это тоже очень дорогий халбонус. Для них будет даже залетать. Вот так вот. Бихольд. Прыгают там пока у нас на темп от Ассасин. Ооо, Ватсон, ну Ватсон на проблемы. Ватсон минус. Очень легко он падает. Он падает еще и с байбэком. Возможно, нужно будет покупаться. Падает помойка. Это минус. Бион Годлайк. Продолжает тут жахать Пак Чамский. Как же он ебет эту катку. Как же он играет. Не, ну Пак прям молодец. Букой тоже молодец, в принципе. Накамбекался. У него было очень сложно начало. Но Пак прям вот всю игру потеет. Всю игру старается. Набивает Миракла. Миракл пытается бежать. И это минус по Витяну. Витя он отпал. Витя он упал. И по итогу у нас вот так все происходит на экране. Очень агрессивно Дота от Пака. Пак полетел, добивает Ауи. О, этого. Какой Ауи? Миракла. И Миракл все-таки выживает. Не смогли там его хандохать. При том, что у нас здесь еще и Дукалис недалеко обитает возле файта. Но он тоже никого не нападает. Ну а в это время Витя решил, что в соло справится с Рошаном. В целом он прав. Действительно Витя вполне может соло с ним справляться. Ну а там, кстати, временем смещается Миракл. И парни куда-то планируют выходить. У нас Миракл уже в агонимном инвизии перемещается под Руи. Видно, Руи палят. Еще и Хилл на себя прожимает. Очень душит. Но это, наверное, слишком боковато прыгает. Воит и Воит не ставит в фронтсферу. Потому что успевает выпрыгнуть у нас парниша на Кенове. Но прыгает прямиком в Пака. Пак его ловит. Пак говорит ему пока. Это минус. И ровно 2700 фраг себе зарабатывает Баттерфляй. Прямо сейчас. Вот таким вот образом ухандохивая оппонента. В это время там Минчантов пытается мансить. За ничего подкатывает в погоне от Пака. Пакчамский там недалеко уже от нее перемещается. Пока Дукалис у нас вроде бы живет. Вроде бы его не убили, а убили Руи. И тем временем Руи отправляется в таверну. И вот такой вот у нас фраг происходит на экране. Вот как-то так, молодые люди. Вот как-то так. И парни решили пойти реализовать Смерть Кенов Пейн. Уничтожение мида. Капа пока не выкупается. По поводу байбэков. В байбэке как бы сверху можно всегда посмотреть. Либо слева даже есть не открыта вкладка байбэков. Как понять, что есть байбэк. Все очень просто. Если есть такая золотая каемка, это означает то, что есть байбэк. Если ее нет, то байбэка нет. И также, если у героя справа, возле надворца, вот тут, есть золотая каемка, это означает то, что есть байбэк. Если его нет, то будет ничего. То есть вот проверяем. Так оно есть. Видите, соответствует действительности эта информация. Поэтому, допустим, если вы там смотрите стрим, напишите в комментарии, что вот, включи байбэки. Ну, можно как бы и без вкладки состояния выкупа узнать, есть ли байбэк в матче. Вот так вот. Вот такая вот вам полезная информация. Кстати, баг. Есть в доте прикольная фишка. Прикольный баг. Прикольный момент реализации на войде. Как можно двигаться в хроносфере войда. Я в конце видео покажу, как это работает. Так что, если вам будет интересно, досматривайте видео до конца. И вот, когда у нас строй упадет, я покажу прикольные две фишки на войде. Возможно, вы их уже видели у меня в шортах. Если нет, то досматривайте видео. Покажу прикол. Не знаю, это баг, это пича. Возможно, это уже пофиксили, потому что выходил патч у нас вот на днях, который тут мелкий. Но там я не видел исправления этой фишки. Поэтому пока это работает. И, короче, я покажу, в чем там прикол реализации. Так что, Водиа сражается. Водиа пока демонтируют бараки. Бараки разваливают. Бараки падают. В это время Хекс покупает себе Тэмпларк. Тэмпларк себе не оставляет бабки на байбэк. Только Тинни с байбэком, только помойка, если решила ставить на байбэк. Хотя скоро байбэк будет еще и у Миракла. При этого с БАТ пытается выйти парни из команды как раз-таки Рэддиан, чтобы на базе не сражаться. Сатаник покупает себе Сатаник. Прикольно. Если что, у этого парня как бы два никнейма. Обычно он играет на прост-сцене под ником Сатаник, а вот в ПАВе на под ником Мотерфляй. Почему так? Ну, не знаю. Вообще, как-то у него с фантазией туго оказалось. Ну, типа у него... И вот два никнейма это просто предметы из Дота. Сатаником Мотерфляй. Хотя, возможно, это с Дотой не связано. Можно просто себе, ну, такие никнеймы, а потом... Вообще, я не знаю. Ну, не знаю историю его никнейма. Может быть, вы знаете? Напишите в комментарии. Почему? Почему он так себя назвал? Почему он так себя крестил? Так, на пока у нас ПАКАУТ происходит на экране. ПАКАУТ, ПАКАУТ. Есть лососирование. Лососирует прыгать от Аминь Миракули. Миракуль выгребает Миракуль с байбэком. Ему хватает золота на выкуп. Но это было весьма досадно. На байбэке смотрим. Короче, это важно. Это уже самый важный параметр в этом матче. В это время выбивается Игорь с Баттерфляй. Далеко полетел. Прыгает прямо под базу по оппоненту. Пробивается, да, у нас сейчас у Уана. У Уана возникают трудности с выживаемостью. Войт душит прямо под базу. Очень биты здесь. Уатсон, Уатсон без байбэка. Вяжут Войда. У Войда проблемы. Войт! 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 Пробивает, убивает Инчу. Подпрыгивает Пак. Очень тяжело бить Инчу, потому что она там все-таки под антачиблом. Запрыгивает Тинни, нацепает пока помойка деможа по оппоненту. И все-таки у нас сейчас пытаются отбиваться парни из команды Радиант. Пробивает в это время Квиннов Пейн. Очень больно, но Уана вяжет Миркл. Миркла поймали. Миркла ласоснули. Повезли, подвезли. Есть Юла. Пока живет Миркл. Тинни спасает своего тиммейта. Пытается выражать Миракули. Миркл подкат, атака граунд. Инвиз имба и не контрится. Нет, контрится его видно. Это будет минус по Руи, скорее всего. Или не будет минус по Руи. Вот в чем вопрос там, минус Руи. Но так-то наваливает Пак. Как же Пак живунька. Это Тукатко. Подкапывает, прыгает в этом Митине. Кинту тоже подбивает Квиннов Пейн. Кричит, орет. Прыгает Пак. Накрывает Дримкоилом. Квапу, попу, проблемы. Как же больно. Как же это больно. Как же он играет. 14-0-24 от Пака. Ну, Пак в этом матче, конечно, MVP. Охеренная Дота, охеренная катка. Старался по телу для того, чтобы Войд себе прокачал ПТ-сики. Если что, Войд, Сатаник, Бутерфляй. На текущий момент топ-1 МР по Европе. Вот такой жесткий парнейший он катает. Ну, до конца гейминг показывает пока у нас Радиант. Прожимает глиф, они не сдаются. Но, в любом случае, эта вышка упадет по-любому. Кстати, в плане обновления Доты. Это для дракона. Этот, ну, скин на трон сделали вечным. То есть, раньше был такой момент, что этот скин на работу только во время ивента дракона. Но Велвс сделали так, что этот дракон останется навсегда. Поэтому цена выросла. На данный предмет, если вы выбили его, то вы можете его поддороже продать. Или оставить себе как память на вечность. Пока Дота будет жива. Пробивает Тинни, у Тинни проблемы. Тинни пытается бежать. За ним подкатываются плюханцы от противника. Подсасываться, с ним пробивает в этой мячике Дукайз. Дукайз пока у нас вроде бы живет. Водит, где вообще? А где Водит вообще? А, Водит уже побежал. Водит прыгает на фонтан. Раносфера! Пошла. Минус готов. Водит, в ласке еще и фонтан там заставил застыть. Это минус. Ну что, победа. Победа команды Дайер. Ну, хорошая карта получилась. Это был самый высокий ММР средний на текущий момент. Это был рекорд мировой в Доте по ММР. Пак великолепно отыграл. Мне понравилось. И, как и обещал, сейчас давайте покажу вам, в чем суть бага. Ну, фишки бага, которые работают с Вайдом. Вот такая статай тугого матча. Пак у нас напулял в этом матче 64к урона. Ни хера себе. Так вот, по поводу Вайда. Как работает баг или фишка? Опять, пишите в комментариях, что вы думаете о этом поводу. Я вот сначала, как бы, нашел, ну, увидел, что с ртом. Сначала увидел одну фишку с Вайдом связанную. Потом мне там в комментарии подписчиками написал, что есть, как бы, еще один прикол, который тоже с ним работает. Смотрите, что нам нужно. Нам нужен, собственно говоря, какой-то враг. Пускай это будет Акс. И нам нужно, чтобы у Акса было два тиммейта. Это Earth Spirit. И нам нужно, чтобы там еще был Omni Knight. Нужно еще Omni Knight. Нужно, чтобы у этих, чтобы у Земели был Аганим. Аганим это Enchant Reminant. То есть, можно своего тиммейта превратить в камень. Вот, у нас есть Акс, условно. У нас есть Акс, у нас есть Omni Knight. Omni Knight нужен Ripple. То есть, мы нажимаем хроносферу. Потом нажимаем Ripple, потом нажимаем камушек. И потом, почему-то у нас герой двигается в хроносфере. Ну, вот видите, он ходит в хроносфере. Почему так? Непонятно. Если, ну, поступить иначе. Допустим, вот у нас есть хроносфера. Мы ее ставим. Мы потом нажимаем камень. Он не двигается. Ну, Ripple нажать на камень нельзя, если что. И, что еще есть из фишки такой, которая тоже работает. Вот то, что мне показал подписчик. Bane работает похожим образом, но не совсем так. Вот, у нас есть Bane. И, ой, этот нам Bane не нужен. Долить. Так, у нас есть Bane, смотрите. У нас есть, опять-таки, хроносфера и все дела. То есть, мы можем нажать хроносферу. Нажать снова Ripple. Нажать сон Bane. И Акс двигается, но недолго. То есть, видите, он там, секунду подвигался. И потом застывает снова. Но, если, допустим, вставить хроносферу вот так вот, на краю. Ну, сжать Ripple, сжать сон, то можно выйти из хроносферы. Ну, не дошел сейчас. Давайте так поставим еще раз. Вот так вот, вот так. Смотрите, вот. Алло. Ладно, сейчас. Ты заново. Вот, ставим хроносферу прямо на краюшек условно. Вот так, вот так. И вот Акс просто взял и вышел хроносферы. Хотя он был хроносфере. Ну, вот такая вот есть фишка. Почему так работает? Куда хозы? Я хозы, я не знаю. Так работает. Хотя, допустим, так же можно условно сделать, наверное, юлами еще. Кстати, если закрыть юлами. А, ну, подать, проверим. Если у нас там. Хотя нет. Или да. Нет, так не получится. На винвейкере можно как-то вылетать можно будет. Ну, короче, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, как на такие приколы в доча. На этом все. До новых роликов. Завтра 25-е. Завтра стартует DreamLiga. Турнир на 1 миллион долларов с лучшими командами мира. Завтра увидимся на трансляции. Обнял, приподнял. Подписка, колокольчик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok